Привет, друзья! С вами я Михаил Шилов, автор проектов www.3wbudushil.ru, www.budublog.ru и www.3wmakevara.ru А также www.3wdrshilov.com Вот иногда бывает такая ситуация, что человек делает какой-то неловкий поворот, как-то потянулся зачем-то назад, и вот в этом вот месте, вот здесь, я четко показываю, обычно так и показывают, вот на это конкретное место, человек чувствует резкую боль, может, не резкую, у него прострел, или начинает просто болеть на протяжении нескольких дней. И тянет, и ноет в этом месте, он ходит, и держится, говорит, не пойму, то ли спина болит, то ли задница. И вот эта локализация очень четкая, этот именно переход между поясницей и тем, что пониже. Что это такое? Это крестцово-подвздошное сочленение. Такое место, в которое, вот, частая болячка. Частая. И чем люди старше становятся, тем у них это место чаще болит. Сегодня я покажу вам в этом видеоподкасте способ, как профилактировать вот эту проблему. На самом деле, она профилактируется очень легким методом. Я думал, какой подобрать метод, показать. Самый главный принцип при подборе был такой, чтобы им все могли воспользоваться. И люди толстые, и тучные, и худые, и пожилые. То есть, чтобы не надо было как-то на пол специально ложиться, делать укладку, посадку, опираться руками в пол. Вот так, чтобы можно было на улице просто встать, в обуви находясь, и что-то сделать. Чтобы было очень просто. И такой метод есть, он очень хороший. Кстати, хочу сказать, что ни в одной литературе по мануальной терапии я этого метода не нашел. Так что можно сказать, что этот метод авторский. Хотя, этот метод в разминке применяют очень многие те, кто занимается каратэ и прочими боевыми искусствами. Потому что делается он в той стойке, которая в каратэ называется «зэнкуцу дачи». То есть, одна нога спереди, а другая нога сзади. И передняя нога немного согнута в колени. Сейчас я переведу камеру пониже, чтобы вам было все хорошо видно. Вот. Выглядит это следующим образом. Вот вы садитесь таким образом. Можно, конечно, и повыше встать. Я прошу прощения, чтобы головы не видно моей, да. Но главное, чтобы было видно ноги здесь. Но можно пониже. Если вы повыше встанете, вам будет делать это легче. Но и нагрузка, и амплитуда движения в заинтересованном нас отделе будет намного меньше. Я прошу прощения, там что-то ремонтируют, но нам это не помешает. Вот. Так важно встать. Вот встали вы. Вот так у вас ширина плеч. А так, по длине, может быть и ширина плеч, и две ширины плеч, и полуширины плеч. Это, в общем-то, не важно. Важна сумка. Так вот, в чем она заключается? Можно встать развернувшись. Вот таким вот образом. Корпус повернуть. Но это не то, что нам нужно. Нам надо наоборот, вот, если поставим руки на пояс, то довернуться таким образом, да, таз надо довернуть таким образом, чтобы линия ног, или ног, она была перпендикулярна, значит, линии локтей. Вот таким вот образом. То есть, не так мы должны стоять до полуборота, а вот четко повернувшись. Для этого заднюю ногу надо тоже развернуть, чтобы она пальцами смотрела не назад и не в сторону, а больше вперед. Вот таким вот образом. И теперь сама манипуляция. Очень простая. Все помнят такого певца, ну, к сожалению, покойного ныне. Это Майкл Джексон, да. У него было движение такое характерное. Когда он, ну, шляпу сдвигал сюда себе на нос почти, я вот так, ох, такое движение, да. Вот. Вот нечто такое, как движение Майкла Джексона нам и надо сделать, но только в нужной стойке. Вот мы стойку приняли. Для контроля, чтобы вам было понятно, положите руку вот на то место, где именно бывает, ну, прострелся. То есть, вот сюда. Чуть не перезвонит. Вот на пояснице. То есть, там, где спина заканчивается и начинается выклосить из того, что находится панический. Станки положили. И поясницу нужно немножечко прогнуть. Но не за счет того, что в грудном отделе спину выгнуть, а за счет того, что вы таз чуть уводите назад. Вот, увели таз назад. Не спину выгнули вперед, а таз увели назад чуть-чуть. Вот. То есть, руки положили. А теперь надо представить, что у вас, как будто подтяжки вы сзади пропустили, и вот сюда между ног подтяжки вытащили. Из-за подтяжки вы тянете. Из-за подтяжки вы тянете. Вот они пристегнуты здесь у вас. Там вы пропустили между ног, и из-за подтяжки тянете. И получается качающее движение таза. Встали и делали такое движение. Вот так отклячили, ну, что называется, попу. И вперед сделали движение. Назад, вперед, назад и вперед Если вы сюда положите руки, то вы почувствуете очень четко Именно движение вот в этом отделе, которое нас интересует Это крестово-подвздошное дисочленение, оно является суставом Но сустав этот такой, в котором очень маленькая подвижность Это не плечевой сустав, не тазобедренный, в котором даблитуда большая Маленькая Но если вы руку плотно положите и будете делать вот это маленькое качающее движение То вы четко почувствуете, как в этом отделе происходит перемещение Нужно сделать 10-15 качающих движений Торопиться не надо, надо плавно Делайте вдох Делайте Раз, два, три, четыре, пять Вдох Раз, два, три, четыре, пять Вдох Раз, два, три, четыре, пять И точно так же все делается в другую сторону Видите, насколько простая методика? Очень рекомендую И никогда проблем в этом отделе позвоночника у вас не будет Удачи!